Кто против ИЛ-112В? 17 апреля 2019 года военно-промышленный курьер Кто против ИЛ-112В? Источник изображения, фото, Михаил Грибовский, Ли. Новый российский транспортник будет побеждать экономичностью. Значительная часть нашей военно-транспортной авиации это Ан-26 еще советского производства, которое по превратности судьбы оказалось в другом государстве. То, что 120-я устареют и рано или поздно потребуют замены, было очевидно давно. Минобороны озаботилась этой проблемой еще в начале 2000-х, поручив разработку новой платформы ИЛ-112В авиационному комплексу имени Льюшина. Потребность стран-содружества в самолетах такого рода тогда оценивалась сотнями единиц, включая и военные, и гражданские модификации. Грузоподъемность надо увеличить до 5,5 тонны, чтобы принимать на борт бронеавтомобиль Тигр. Кто там кого подвел сложно сказать, то ли Минобороны, которая выделяла финансирование кусками, то ли АК имени Илюшина, но дата первого полета неоднократно переносилась и к концу первого десятилетия проект встал на стоп. Тогда Минобороны всерьез предполагала использовать производственные мощности, оказавшиеся в соседнем государстве, и делала ставку на проект Ан-140. Понять можно жаль бросать производственные цепочки, выкованные народом еще в СССР. Международную кооперацию ведь никто не отменял, на рынках ждут дипломатов. Но у докоммунизаторов были другие виды на взаимоотношения с Россией, и в начале 2013-го работа над Ил-112-ю продолжилась. Окончательно зеленый свет проекту зажег 2014 год. С тех пор АК имени Илюшина топталась на месте сроки первого полета не раз откладывались, пока заил в качестве кризис-менеджера не взялся в 2017 году младший Рогозин. Хорошо организованные, наши инженеры и конструкторы способны на многое, и этой весной надежда транспортной авиации поднялась в небо. Сравнивать новый Ил с советским Ан-26 бессмысленно, да и не к чести наших талантливых авиаконструкторов. Было бы странно в 2019 году создать что-то похожее на самолет конца 60-х. Сравнивать нужно с современниками. Ил-112В каким он должен стать? Наш самолет должен поднимать от земли 5000 килограммов груза или брать на борт 44 бойца в полном обмундировании с оружием и парашютами. И то, и другое полагается доставить на расстояние 1200 километров с крейсерской скоростью 450-500 километров в час. Меньший груз 3,5 тонны на 2400 километров. Ил легко взмывает с грунтовой взлетной полосы, на разбег ему нужно 870 метров, а на посадку 600. Сильная сторона нашего самолета два очень экономичных двигателя ТВ-7117СТ мощностью 3100 лошадиных сил производства от Климов. На часть полета расходуется всего 500 литров топлива. Экономичность это не только деньги, а еще и вопрос снабжения, которые встают тем острее, чем масштабнее военный конфликт. Имеется рампа, позволяющая легко загружать и разгружать самолет, завозить технику, быстро десантироваться. Для защиты используется комплекс обороны Л-370 «Витебск». Он способен подавлять помехами радара обнаружения и наведения противника, а также сводить с ума головки самонаведения запущенных ракет, по две штуки за раз. Использует как пассивные помехи, так и активные средства защиты. Кроме того, на самолете стоит совершенно новая авионика со специальными средствами связи. Эти системы только для наших военных, не предназначены для экспорта и гражданской версии. Хороший самолет, что тут скажешь, но давайте посмотрим на весь модельный ряд. Xian Ma-60 На Ил похож, слегка опережая его по некоторым характеристикам, китайский. Xian Ma-60 Но это глубокая модернизация советского Жан-24 со всеми вытекающими, такими как отсутствие рампы и гораздо более высокие требования к взлетно-посадочной полосе. Так что российскому самолету не конкурент. Ан-140Т У этого самолета при множестве достоинств есть два недостатка, которые закрывают диалог о его конкуренции с Ил-112В. Во-первых, у Ан довольно слабые двигатели. При мощности 1750 лошадиных сил они расходуют 683 литра в час. Кроме того, частые поломки, нарекания высказывала еще авиакомпания Якутия, когда эксплуатировала пассажирскую версию. Во-вторых, 36 десантников это все же не серьезно. Считай на целое отделение меньше. Но рампа именно у Ан-140Т есть. Caso C 295 Испанский C 295 Совсем другое дело. При схожих сил-размерах он берет на борт 48 десятников, а солдат без экипировки, по заявлению производителя, аж 75 человек. Рекордсмен в своем классе. У C 295 есть интересная способность летать с открытой рампой для большей вместимости трюма. В открытых источниках указывается полезная нагрузка испанцы 9,25 тонны. Если учесть, что на перелет нужно взять 2,3-2,8 тонны топлива, получается грузоподъемность 6,5 тонны или около того. С таким весом самолет одолевает 1350 километров. Крейсерская скорость 450-500 километров в час. При этом он довольно неприхотлив, использует взлетно-посадочные полосы класса CBR-2. Очень низкая прочность, и хуже. Сложно сказать, насколько ИЛ лучше в этом плане, но на разбег и посадку испанец просит полосу покороче 670 и 340 метров соответственно. Устанавливаемые на C 295 системы защиты уступают L370 Витебск. Похоже, что они включают только пассивные помехи и станцию обнаружения облучения. Противник достойный при схожих показателях перелета и скорости, хорошая вместимость и большая грузоподъемность. A-Lenya C 27 Спартан Итальянцы решили сделать самолет покрупнее их «Спартанец» выше ИЛ-112В на полтора метра и со столь же большим размахом крыльев. Максимальная взлетная масса почти на 10 тонн больше, чем у ИЛ. C-27 Довольно крупный самолет для своего класса. Чтобы поднимать его в воздух и разгонять до крейсерской скорости 550-600 км в час, используются роллс-ройсовские двигатели. AE-2100D2A Мощностью 4637 лошадиных сил. Полезная нагрузка самолета, как заявляет производитель, составляет 11,5 тонны. При этом он божится, что способен доставить 10 тонн на расстояние 1850 км. Я бы посмотрел, как он это сделает с 1,5 тонны топлива и с учетом того, что после приземления в баках должно остаться еще 10-15% аэронавигационный запас. Ведь тогда получится, что его 4600 сильные двигатели, перегоняя машину весом 30 тонн с рекордной для класса скоростью, жгут всего 531 литр топлива в час. Западные технологии, конечно, могут впечатлять, но... AE-2100D2A Уступает российскому ТВ-717СТ по эффективности, 5,3 ль. С. На 1 грамм веса против как минимум 6,2 ль. С. На 1 грамм веса, и по экономичности. Либо спартанец где-то прячет еще пару тонн топлива и его полезная нагрузка достигает 13,5 тонны, что, кстати, вытекает из разницы максимальной взлетной массы и пустого самолета. Либо его реальная грузоподъемность составляет около 8 тонн, что в свою очередь соответствует совокупному весу загружаемого вооружения и техники. Однозначно можно сказать две вещи. Во-первых, данным из открытых источников о полезных нагрузках спартанца верить не стоит. Во-вторых, он при любом раскладе серьезно превосходит ИЛ-112В по грузоподъемности. Фото – Михаил Грибовский, Ли. В начале апреля Алексей Рогозин покинул должность вице-президента ОАК по транспортной авиации генерального директора от имени Ильюшина. Сам он отставку не прокомментировал, но в прессе эту ситуацию восприняли негативно и, как обычно, связались с внутриполитическими интригами. На самом деле правильный вопрос здесь только один – достаточно ли Рогозин-младший отладил систему работы, чтобы АК имени Ильюшина смогло довести самолет до Ума в срок? Конкурировать можем. ИЛ-112В среди своих настоящих конкурентов не выделяется ни грузоподъемностью, ни дальностью перелета. Его сильная сторона – экономичность, что конкретно для нашей страны имеет значение. Для сравнения, двигатель испанского C-295 PW-127G требует отправки в мастерскую через 10 тысяч часов полетов, при этом жжет почти 700 литров за часть полета. Наши ТВ-717СТ идут на капитальный ремонт через 45 тысяч часов и кушают 500 литров в час. Задел хороший, но работать, конечно, есть над чем. Грузоподъемность надо увеличить хотя бы до 5,5 тонны, чтобы принимать на борт бронеавтомобиль Тигр, ГАЗ-233014, весом 5,3 тонны, по габаритам он должен проходить. Да и вообще нет предела совершенству. Что касается выхода на экспорт, тут у нас еще одно преимущество стоимость. Конечно, пока неизвестно, во сколько будут обходиться ИЛ, но несколько лет назад звучала цифра 1 миллиард. По нынешнему курсу это 13 миллионов евро. Для сравнения, испанские C-295 продают по 22 миллиона долларов за штуку, а итальянские C-27. Спартан. Марокко покупают за 32 миллиона евро. Так что у ИЛ-112 есть все необходимое для взлета. Осталось освоить серийное производство. Сергей Черкасов, газета «Военно-промышленный курьер». Опубликовано в выпуске номер 14, 777, за 16 апреля 2019 года. Право на данный материал принадлежат военно-промышленный курьер. Материал размещен правообладателем в открытом доступе оригинал публикации. Продолжение следует...